В Алтайском крае может появиться первый в России геопарк. С такой новости начался туристический 2018. Геологический парк это по сути сеть туристических маршрутов. Так называемый фас Алтая, место где равнина переходит в горы, уверены организаторы о многом может рассказать и привлечь дополнительных туристов. В мае проект геопарка представили журналистам. Предполагается, что будет кластерами расположено в зависимости от геологических изысканий. Один из кластеров это Белокуриха-Белокуриха-2. Второй кластер нам предлагают ученые создать в район Сарасы, потому что очень богатые месторождения. И третий это вот Денисова пещера, водопад Шинок. Все лето на территории будущего парка проводились исследования, но город-курорт стал также одной из немногих в стране тестовых площадок для эксперимента по введению курортного сбора. С 1 мая отдыхающим пришлось дополнительно оплачивать 30 рублей в день. В итоге выручка, как нам сообщили в Краевом министерстве туризма, на 1 декабря составила более 18 миллионов рублей. Как заверили власти, средства остались в Белокурихе, пошли на благоустройство лесопарковой территории. Со следующего года сбор вырастет до 50 рублей в сутки с человека. Кстати, местные депутаты пытались опротестовать повышение сбора, считая, что это отпугнет туристов, но безуспешно. В целом, туротрасль в этом году стремилась скорее к поиску новых форм. Так, главная площадка традиционного праздника «Алтайская зимовка» переехала в горы, на Березовую Катунь. Организаторы решили, это поможет развитию зимнего туризма. У нас предприниматели люди осторожные, они хотят сначала посмотреть, убедиться, а потом уже, что называется, двинуться в потоке. Но мы знаем, что зарабатывает первый, поэтому, надеемся, тот, кто первый поддержал зимовку, он правильно сделал. В итоге, уверяют организаторы, несмотря на удаленность и холодную погоду, праздник посетило больше двух тысяч человек. Они считают цифру достойной и надеются, что это лишь начало. Возможно, развитие зимнего туризма станет в ближайшие годы трендом. В декабре был открыт спортивно-туристский комплекс «Тигун», который в будущем имеет шансы стать алтайским шерегешем. Впрочем, для этого, как отмечают эксперты, необходимо создать и полноценную инфраструктуру. Сейчас добраться в «Тигун» проще всего на электричке. «Ручки согнуты в локтях, весна две надежды. Слегка присогнуты в трене. Раз, два, три. Едешь. Жители края стали участниками скандальной истории, связанной с туроператором «Жемчужная река». Напомним, осенью около полутора тысяч российских туристов, приехавших на Хайнань, выяснили, из-за долгов туроператора их не могут заселить в отеле. Среди тех, чей отдых оказался испорчен, было около трех десятков жителей края. Последние из них на днях вернулись домой. Теперь им предстоит непростой, как уверяют эксперты, процесс возврата денег. Илья Кочетков, Наши новости.